Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Путь» о православии нашей жизни. В студии автор и ведущая журналист Белла Засецкая в крещении Марье. Сегодня в нашей студии гость из Москвы Борис Алексеевич Филиппов, ведущий российский исследователь истории католицизма из стран Восточной Европы. Здравствуйте, Борис Алексеевич! Добрый день! Очень рада приветствовать вас в нашей студии. И вот ваш визит проходит в Архангельск по благословению нашего митрополита Даниила. И, как мы понимаем, он вызван повышенным интересом в нашем обществе после последних событий встречи Святейшего Патриарха Кирилла с Папой Римским. И вот в нашей программе я предлагаю немножко побеседовать об этом, ответив на те вопросы, которые будут интересны нашим телезрителям. И вот, может быть, предваряя нашу беседу, необходимо сказать несколько слов, что, вот как видится, для понимания сложной проблемы взаимоотношения между православной церковью и католической, необходимо учитывать как минимум два уровня этой проблемы. Ну, вот первый, можно так назвать его внешне, это исторический, а второй — духовный, и, в общем-то, который более, скажем, усложнён в каких-то вещах. И, насколько я понимаю, Борис Алексеевич, вы, как историк, отвечаете, если можно так выразиться, за историческую часть. Вот. И, может быть, несколько слов о том, как вы пришли к этому, к тому, чем занимаетесь всю свою жизнь? Вообще, это дело случая. Меня на третьем курсе исторического факультета Псковского пединститута Мой научный руководитель познакомил с секретарём общества знания или общества по распространению политических и научных знаний. Таким образом, мне была предоставлена возможность подработать. Для студента это было очень важно. И хотя платили нам за лекции всего пять рублей, но для студента в те времена это были большие деньги. На один рубль можно было прожить один день. И для покупки ботинок, книг и так далее приработок был необходим. Но я был молодым, активным, и секретарь мне поручил ответственное задание — написать лекцию о католической церкви. Так я познакомился с этой проблемой, начал читать, не думая ещё о том, что это будет, в общем-то, делом моей жизни. Но так получилось. И я в течение многих лет профессионально занимаюсь историей католицизма. В большей степени, конечно, специалист по политическому католицизму. Католическая церковь и политика. Церковь католическая и государство. Папство в современном мире. — Борис Алексеевич, конечно, очень всё это интересно. Но формат нашей программы немножко не позволяет нам задать все те вопросы, которые, наверное, можно было бы вам задать, как специалисту очень высокого класса. Начну с того, что, наверное, прежде всего интересно всем. О личности нынешнего Папы и Франциска. Поскольку мы слышали о том, что он ещё и иезуит, каким образом это отражается в его деятельности, какой отпечаток это накладывает на то, что он делает и планирует. И что вообще такое Орден Иезуитов? Орден Иезуитов формировался как интеллектуальный отряд католической церкви. При рождении этого Ордена он состоял из профессоров и студентов Сорбонны и других университетов. И свой характер интеллектуального Ордена он сохранил и до сих пор. В этом Ордене огромное внимание уделяют интеллектуальной подготовке будущих членов Ордена. Эта подготовка занимает от 10 до 12 лет. Она перемежается практикой. То есть человек получает образование гуманитарное, а потом преподает. И вот Франциск преподавал литературу в школе, преподавал философию. Потом он был ректором семинарии иезуитской. То есть его формирование как члена Ордена иезуитов предполагало формирование и педагога, и проповедника. И он приобрел в большей степени по своей инициативе и опыт приходского священника. Он был настоятелем храма, и вокруг храма он создал... Он мог быть просто, скажем, настоятелем семинарского храма. А он превратил его в приходской, вокруг которого создал настоящую инфраструктуру. И с благотворительностью, с образованием, с миссионерством. Что характерно для Ордена иезуитов в Латинской Америке? Вообще церковь Латинской Америки своеобразная. Население верующее, но среди местного населения мало желающих принять сам. Можно сказать, что пропорция такая, процентов 80 священников в Латинской Америке приезжие. Это командированные из епархий Америки, Северной Америки, Европы. То есть в бедную Латинскую Америку они приезжают из более-менее или очень богатых европейских стран. И сталкиваясь с нищетой подавляющего большинства населения Латинской Америки, они становятся революционерами. Вот те священники, в том числе иезуиты, которые родились в Латинской Америке, как Бергольо, они не такие радикальные, как те священники, которые приезжают из других стран. Потому что они к своей бедности привыкли и рассматривают ее как норму. А те, которые приехали из зажиточных стран, рассматривают ее как оскорбление для Христа, для церкви и становятся революционерами. И вот конфликт между Бергольо, консерватором, и орденом иезуитов Латинской Америки привел к тому, что он был в ссылке. Его лишили должности ректора семинарии. Его отправили вглубь страны, где он в одном иезуитском университете работал исповедником. Других никаких обязанностей у него не было. Он с утра до вечера принимал исповеди у студентов, профессоров. И как хороший исповедник к нему стали ездить еще и из других районов города и других городов. Потому что в Латинской Америке так мало священников, чтобы исповедоваться, это проблема. Один священник приходит на несколько тысяч крещенных. И поэтому человек, который принимает исповедь, это большая редкость, вот к нему народ тянулся. Вообще он показал себя как хороший организатор, как человек, который чувствует беду, считает обязанностью церкви помогать бедным. И еще одна вещь. В Латинской Америке в формирование иезуита входит обязательная работа санитаром в тяжелых отделениях больницы, в грязных отделениях. И речь не идет, что они просто на экскурсию приходят, как студенты медицинского института. А речь идет о том, что они не менее двух месяцев должны там проработать санитарами, в урологическом отделении, неврологическом отделении. после этого на следующий год они должны в течение трех месяцев путешествовать по стране без денег, зарабатывая, работая на плантации для того, чтобы понять, что такое реальный труд простого человека. То есть вот сочетание таких преодолений физических трудностей вместе с интеллектуальной подготовкой. Столько усилий предлагается для того, чтобы подготовить иезуита. Иезуиты в Латинской Америке мало того, что они выступили защитниками бедных, они еще стали блокироваться с коммунистами, что, естественно, вызвало гнев и местных властей, и Папа Римского. И в этом одна из причин конфликта между Орденом и Берголью. Но из-за того, что Папа Римский был в конфликте с Орденом иезуитов, он согласился Берголья сделать епископом, когда его кандидатуру предложили. А затем он становится примасом Аргентины, кардиналом, кардиналом, и с момента его избрания в кардинальскую коллегию на него начинают смотреть как на возможного кандидата в Папа. Борис Алексеевич, из вашего рассказа уже вырисовывается портрет достаточно положительный, то есть образ человека, христианина. И возникает вопрос, в таком случае каким образом нам поставить наше, может быть, такое шаблонное представление, иезуитская мораль, то есть в нашем представлении иезуиты это те люди, которые способны на некрасивые поступки. Речь идет о том, что все меняется, и орден за свою историю здорово изменился, и считают, что вот Второй Ватиканский Собор иезуиты сыграли огромную роль в проведении Второго Ватиканского Собора, потому что богословы, члены ордена иезуитов и связанные с орденом кардиналы, они оказали самое большое влияние на ход Второго Ватиканского Собора. И после Второго Ватиканского Собора орден иезуитов, который раньше был опорой всевозможных режимов, начинает леветь, и если при Аруппе он левел умеренно, то после смерти Аруппе он стал леветь неумеренно, там входили иезуиты в марксистские правительства в Латинской Америке, что вызвало конфликт с римскими папами. Борис Алексеевич, вот такой вопрос. Как современные католики относятся к нам православным? Что они в нас не приемлют? Такой вопрос очень сложный. Я думаю, что отношения уже давно строятся не на определяются не вероисповеданием, а тем, как себя человек ведет. Вот я в течение скажем так 76-го года почти каждый год езжу в католическую Польшу. Я никогда нигде не сталкивался с отрицательным отношением. Скорее мне говорили люди, вы хорошие, страна ваша ужасная. Вот с этим я сталкивался. А чтобы ко мне как к православному плохо относились, я этого никогда не чувствовал. Но все равно есть, наверное, те вопросы, принципиальные вопросы, которые неприемлемы для них в отношении нас. Вот вся история взаимоотношений между католической церковью и русской православной церковью, ее можно разделить на два слоя. Те, кто от нас далеко, и те, кто живут на пограничье, вот те, кто живут на пограничье, дольше всех сопротивлялись разделению церкви. Дольше всех не принимали ее, потому что люди пограничья, они связаны были дружескими, экономическими связями, и вот это разделение по догматическим причинам, по богословским причинам, не воспринималось. Столетиями не воспринималось. Этим можно объяснить и униатские настроения, которые существовали на пограничье, в такой активной форме? Вы знаете, нет. Вы знаете, нет. Униатских настроений не было. Униатство было насильственным. Вот в чем дело. Униатство было насильственным. Со стороны католической церкви? Со стороны католической церкви и со стороны католических властей. И это, конечно, вызвало дополнительные сложности в отношениях. когда католики считали себя выше. Не просто католики, а поляки католики. Ну и сегодня сталкиваемся, когда сталкиваемся с миссионерами католическими, то легко можно найти общий язык с итальянцем или французом и труднее с поляком, с которым у нас очень много, в том числе истории. Дорогие друзья, немного добавлю для, может быть, полноты некой картины. Православные верующие считают неприемлемым догмат о непогрешимости власти Папы, как наместника Христа на земле. Православным претит учение об индульгенциях, сверхдолжных заслугах, юридическая концепция спасения, учение очистилища, а также, наверное, в большей степени духовная практика католиков. И по мнению православных богословов, прежде всего, именно неправильная духовная жизнь явилась той главной причиной, которая и привела к тому, что католическая церковь пережила трагические события реформации, а в настоящий день переживает апостасию, массовое отступление этнических католиков от христианства. не непогрешимость папы, а безошибочность в вопросах веры. Если я не ошибаюсь, то еще папа Иоанн Павел II говорил о том, что Европа нуждается в новом христианском обращении. Вот те процессы апостасии, отступления от христианства, которые были обозначены, насколько вот эта проблема сейчас у них, скажем, начала решаться, если можно так выразиться? Эта проблема характерна для всех церквей, к сожалению, нашей европейской цивилизации. Социологи зафиксировали ее в начале 70-х годов, когда появились христиане вне церкви. Вот есть те, о ком вы сказали, кто уходит вообще, не только из церкви, но перестает верить Бога, это минимум. А основная масса, она уходит и никуда не приходит. Уходит из церкви и не приходит никому. Вот число, доля вот этих христиан все время растет. И сегодня она составляет в Европе порядка 40%. В нашей стране порядка 30%. В Соединенных Штатах Америки в среднем 17%. Это такое принципиально новое и неприятное явление в христианстве, которое связано с тем, что церковь в лице своего духовенства не всегда умеет отвечать на вопросы, которые возникают у верующих. И мы сталкиваемся с тем, что появляются общины людей, которые собираются, чтобы читать Евангелие, вместо того, чтобы пойти и посоветоваться со священником. Либо благодаря развитию интернета в интернете ищут ответы на вопросы, вместо того, чтобы обращаться к священнику. Вот эта проблема сегодня стала очень важной для всех церквей христианских. Борис Алексеевич, а духовное устроение католиков, как Вы его оцениваете? Насколько вектор этого направления соответствует? Или это вопрос уже богословский? Это вопрос не ко мне. Что здесь я могу сказать? То, что ширится по всему миру харизматическое движение, означает, что люди жаждут чуда. Сейчас и немедленно. И этим поражены протестантская и католическая церковь. Это мы в меньшей степени. Вот эта жажда чуда характеризует эти церкви. И вот харизматическое движение, оно как огонь, охвативший солому, охватил христианство. Статистика говорит о том, что люди, которые заинтересованы этой практикой, это порядка от трехсот восьмидесяти до шестисот миллионов человек. Это треть мирового христианства. Их не интересует принадлежность какой-то церкви, их не интересует богословие, они жаждут чуда. Это совершенно новое явление в христианстве. Вот что бы хотелось, дорогие телезрители, добавить еще по поводу разнонаправленности духовной жизни католической православной церкви. Проиллюстрировать эти различия можно словами, наверное, священника Александра Ильчининова, который говорил, как бывает правильно поставленный голос, так бывает правильно поставлена душа. Из святоотеческого учения мы знаем, что человек при неверном духовном устроении, даже в православной церкви, может впасть в прелесть и самомнение. Очень хорошо различный духовный настрой православия католиков иллюстрирует западные картины на религиозную тему и наши православные иконы. Философ Алексей Федорович Лосев так говорил об этом. Как же отличается умиленность сердца иконописного лика от нескромного осязания А святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил ненависти к православию, фанатизм и преследование православных, убийства проходят красной ничью через все века жизни католичества. От плодов их познайте их. Таков ли дух заповедан нам Христом? Если кому, то католикам, лютеранам и реформаторам можно сказать невесте, какого духа есть. Такая вот позиция. просто-напросто время межрелигиозных войн все-таки прошло и сейчас мы сталкиваемся с исламом, с агрессивным, ну, скажем так, с агрессивными течениями в исламе мы сталкиваемся. И это по-настоящему проблема и защиту христиан от преследования со стороны радикального буддизма, радикального индуизма, радикального ислама и составляло предмет встречи святейшего патриарха и папа. Борис Алексеевич, а почему католики вообще в принципе очень заинтересованы в экуменизмском общении? И вот папа Франциск говорит о новом формате экуменизма крови. Что это обозначает? Сказать, чтобы католики были очень заинтересованы в экуменизме я бы не сказал. До папы Франциска больших успехов и большой активности экуменической со стороны католической церкви не наблюдалось. Экуменизм скорее протестантское порождение и дитя протестантизма. Так же как и мы католики очень скептически относились к экуменистским практикам. И можно сказать, что старый экуменизм, который сформировался после Второй мировой войны и после Второго Ватиканского собора, он себя изжил. Он себя не оправдал, он себя изжил. Папа Франциск считает, что все эти переговоры на самом деле ничего не дают и настоящий экуменизм возможен только как движение снизу, как искреннее желание представителей разных христианских деноминаций, разных христианских церквей к восстановлению единства. Но в нынешней специфической ситуации непрекращающихся гонений на христиан папа говорит о экуменизме крови. Что это значит? Когда христиан убивают, их не спрашивают, к какой церкви они относятся. Их убивают только за то, что они крещены во имя Христа. И вот это и есть объединение кровью. важна не та кровь, которая течет, а та, которая вытекает. Вытекает и мы не спрашиваем убитый православный католик лютеранин убивают, потому что человек исповедовал Христа. И цифры вот этих людей, которые погибли по этой причине, они выпьют к небу так называется книга, первая книга о гонениях, написанная американским историком Маршалом «Их кровь выпиет к небу». В 1997 году он об этом написал. Сегодня мы можем говорить о том, что каждый год погибает 100 тысяч человек, 100 тысяч христиан. всего за всю историю христианства погибло от гонений по оценкам порядка 70 миллионов человек. Из них 45 погибло в 20 веке. И вот это гонение на христиан продолжается. Вот чтобы его прекратить, приостановить. И произошла встреча между Святейшим Патриархом и Папой Римским. Павел Алексеевич, но все равно у нас, у многих из нас возникает вопрос, а не является ли этот повод, скажем, озвученный повод гонений на христиан неким поводом для того, чтобы все-таки подчинить православную церковь, как это мы наблюдали не раз в истории. Нет ли у нас таких сомнений по поводу чистоты намерений вот этих движений? Я думаю, что когда видишь человека, который тонет, самое время устроить дискуссию о чистоте намерений. Я вас благодарю, Борис Алексеевич, что вы участвовали в нашей программе, нашли возможность в своем графике выделить время. Надеюсь, что мы еще увидимся с вами и будем обсуждать многие интересные вопросы католической жизни и наших взаимоотношений. Дорогие друзья, согласитесь ли вы со мной, что за калейдоскопом всех этих событий, которые происходят на наших глазах и о которых мы сегодня говорили, наверное, главное видеть истину. Ну и, пожалуй, самый авторитетный на сегодня российский богослов, профессор Московской Духовной Академии Алексей Личосипов так говорит об этом. Православная Церковь утверждает, что истинным учением в области духовной жизни и в области веры является только учение святых отцов, которые проверили это на своем личном опыте. Они были исполнены Духом Святым. И только святотическим критерием, видимо, необходимо оценивать верность своей или иной точки зрения. Я благодарю вас за внимание. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok